шалом уважаемые дамы и господа с вами раввин алекс артовский марина роща москва однажды большим того обратился один нищий еврей раби у меня нет парносы и я беден то есть у меня нет заработка и обеден обычно есть люди у которых нет такого заработка но они не бедны он был и без заработка и беден большим того говорит ты знаешь весь дома шмат из теперь обратите внимание слово шмат из на идыш происходит от еврейского слова шмита то есть в седьмой год все прощалось все аннулировалось и все придавалось общественного пользования то есть сады так далее то есть такой символ чего-то практически ничейного и ненужного в русский язык это слово пришло под названием шмотки вот он говорит шмотки у тебя есть когда неси их сюда раби но это старые вещи я иногда прячу их от жены мне стыдно перед людьми но я готовлюсь если будет еще хуже черный день я я буду ходить уже в лохмоть их может быть мне почему-то остановил его говорит тащи неси сюда он принес ему шмотки он взял эти ненужные вещи старье и сказал вот теперь с этого момента да все пойдет вверх из этого дня у него все пошло наверх люди интересовались как так вдруг вот такой переломный момент другие отвечали он поверил в слова рыбы когда спросили у самого большом того как такое может происходить он ответил есть канал этот канал называется шефа шефа это изобилие если ты забиваешь этот канал можете себе представить физическом плане труба и ты забиваешь ее каким-то старьем то просачивается совсем мало если ты еще больше забиваешь а если еще забиваешь себе голову черным днем она забивается полностью все что сделал большим то прочистил этот канал и с этого дня у него все пошло наверх дамы и господа нашей жизни есть много шмоток шмат из старья рухлядь и нужно просто забрать исключить из нашей жизни нужно жить и смотреть вперед физическом плане это действительно связано с какими-то старыми вещами которые забиты в шкафу и человеку жалко их выбрасывать я сейчас не говорю про патологическая жадность или или какую-то боязнь будущего нет я говорю действительно шучек держит но нет времени она может быть пригодится и так далее нужно очистить шкаф избавиться от предметов которые забивают наши комнаты наши коридоры наши дороги вперед в духовном плане нужно избавиться от старых стереотипов нужно уничтожить рухлядь из нашей головы не надо бояться нового не надо быть враждебным каким-то инновациям нужно учиться нужно общаться получать информацию и самое важное в конце концов нужно быть связанным с праведником этого мира мудрецы которых всевышний послал в этот мир быть проводниками между нами и им потому что все изобилие вся шефа у него шалом шалом и и